У меня нет такого таланта, крикливости, но я хотел бы обратить внимание по ходу митинга до обстоятельства. Вот областной депутат Вавилов, он заявил, что готов там участвовать в группе активистов, которые бы защищали этот парк в Однофрезиновский. Проскнулся, ведь этот вопрос уже стоял с прошлого года. И он интересный, вот здесь много разных вопросов, но вопросы сводятся к одному. К тому, как власти, городские, областные относятся к гражданам простым. И они связаны с жильем и сохранением парковской территории на Фрязино. И все, вот немного вопросов. То есть он как бы размазывает проблему и в очередной раз фактически уходит от ее конкретного отчеркта и своей позиции, не говорит перед этим. Что и тем надо, и тем надо. Кому надо? Тем, кто пытается застроить этот парк, эту зеленую зону? Или тем, кто хочет, чтобы эта зеленая зона осталась? Как это зона отдыха? Странная позиция. И второй момент. Ни одного представителя власти, кроме него, нету. Ни от города, ни от области. Это очень яркая демонстрация отношения нашей власти. Ну и местные к гражданам, к вам. Кстати, за последние пять лет, я вижу первый митинг, такой многочисленный, где-то половины, полтысячи, наверное, есть. Последние было где-то тысячи, сейчас вводится в газонодческий объезд на площади революции. И очередь движется. И очередь движется. И все будет вас за нее, чтобы не могли не получить. Кстати, вот эти ребята, которые говорят о жилье, это у нас есть возможность, пусть представитель их подойдет и скажет, в чем у них проблема конкретно, кто виноват и что он не хочет. То, чего трудно понять, они кричат, а конкретно трудно понять. А еще момент у меня один-другой. Вот как власть относится, и как она мстит людям. Я не был на мидингах, знаете, по поводу партизы зоны во Флязеново. Но достали. Дело в том, что, вот расскажу историю, бабушка, 83 года, 19 лет назад посадила березу. Посадила кошками в пятиэтажной панельке. Она уже выросла, и вдруг, буквально на днях, часть этой березы отпиливалась. Неизвестно кто. Соседи не жаловались. Причем другие насыщения, березы, тополя, тоже, которые посажены вдоль этого дома, на фасады, в пятиэтажной, и у других домов, и, может быть, другие посмотрели на мах, они остались совершенно, ну, не поврежденными. Почему именно к ней, она дожила до 97 лет, я уже в 67-м году, в царстве небесное. Но в чем проблема? Почему мы так избирательно отнеслись к отдельному человеку, к пожилому, и на уничтожение конкретно человека, это ее насыщение березы, внука, уже до пятого этажа. Да, сегодня у нас день, как бы, детей. Но, говорят, дети – наше будущее. Но надо иметь в виду, что наше будущее – это не дети, это пенсионеры каждого из нас. И об этом мы должны думать. А почему так произошло, в данном конкретном случае, что ее, это, березу, начали, а без властей это невозможно сделать. Ведь там высоко, там, это, это, брубки горчат. Значит, это было сделано умышленно. Почему я могу объяснить, но мне дадут время, пару минут. Это, это, есть, да. В чем дело? Значит, 15 лет назад у нее пытались эту квартиру отнять с помощью судей, с помощью мошенников, вот этих квартирных, с трудом, не местным с трудом. А вот, обращаясь в Москву, удалось ей эту квартиру отстоять. И эта территория как раз в Рязинской управлении компании, которой говорит именно Ирина Ярмолович. Вот, более-то, когда бабушка, когда церковь небесная скончалась, она, эта Ярмолович, стала в этой квартире собственным, которым, по-настоящему, эта квартира досталась, в пятки ставить. Это, фальшивые записи о неком проживании какого-то человека, в котором там никто не жил. То есть, начисление дополнительных вкладов за воду, это многие тысячи рублей натекли. И с трудом удалось доказать, что это фальшивые, фальшивированные ею, в списке мошенничества. Это мелкая месть такая, и, разумеется, не без влияния власти. Потому что по поводу этой квартиры Шлепова вопросы пытались разрешить, и он буквально угрожал расправой этим человеком, который обращался за помощью к нему. И не попустите, что это Ярмолович, в этих мошенниках, в рисках мошеннических, это фальшивикации, это денежные документы, связанные с оплатой. Я продолжу, Владимира Анатольевича, который говорил о березе, которую спереди, да? Вот на самом деле, в чем особенность зеленых насаждений от нас? Они тоже живые, но в отличие от нас они вообще не могут ничего сказать. Ну, невозможно им говорить, и то, что с ними происходит, это все наша ответственность. Вот если их вырубают, если не становятся эти деревья, это значит наша ответственность, потому что голосом деревьев могут быть только жители. И то, что сегодня пришли люди на митинг сказать «за парк», это огромное большое спасибо, наверное, всем зеленым зонам города Вологды. И у нас сейчас, попросил слово, сейчас секунду, Розецкий Антон Александрович, КПРФ.